друзья всем привет кто со мной на связи сегодня будет очень интересное видео для тех кто собирается уезжать в америку потому что я хочу обсудить 10 архиважных вещей которые вы должны продумать до своего отъезда когда я уезжала в америку я к сожалению сделала все хорошо но не на сто процентов и соответственно хочу поделиться своим опытом который как я верю поможет многим из вас видео особенно будет актуально для девчонок женщин выезжающих по визе к 1 но если у вас другой тип визы многие пункты также будут актуальны и для вас и так поехали первое что необходимо сделать это однозначно посетить самых главных врачей для каждой женщины это стоматолог и гинеколог как вы знаете не понаслышке в америке медицина очень дорогая если вы сюда приедете с кучей нерешенных проблем вам это обойдется просто в очень приличную копеечку тем более если у вас есть какие-то дела которые или проблемы актуальны и даже на данный момент решите их и более того если врач считает что какой-то ваш зуб например возможно в нем проблема даже через шесть месяцев лучше закройте эту проблему у себя на родине и дешевле и быстрее пункт 2 займитесь своим здоровьем знаете часто мы все очень заняты у нас нет времени денег или еще какие-либо причины почему мы не занимаемся своим здоровьем иногда мы даже понимаем что у нас есть проблема в той или иной области но нам все как-то некогда так вот сейчас как раз однозначно ваш шанс и даже пришло время заняться собой сделайте полное обследование или сходите конкретно к специалисту решающему вопросы и проблемы которые вы только подозреваете у себя в общем сделайте какие-то манипуляции если вы планировали провести какие-то процедуры проведите и например меня давно беспокоила родинка и я уже давно подумывала а не удалить ли ее но опять же все как-то не было времени так вот я как раз это сделала до моего отъезда в америку больше эта проблема меня не беспокоит подумайте об эндокринологи поскольку о ситуации в украине экологической никогда не стоит забывать проверьтесь как у вас работает щитовидная железа сделайте узи ну или что вы там считаете нужным снова повторюсь это будет вам на порядок дешевле и кроме того когда вы приедете сюда вы уже не будете заниматься решением проблем вы просто будете осваиваться так немножко посмотрю план чтобы ничего не забыть если вам соответственно отсюда вытекает следующий вывод если вам понадобится или нужны были какие-либо специализированные процедуры например как мне нужно было раз в полгода проходить курсы массажа сделайте это у себя на родине по всем вышеперечисленным причинам также обсудите со своим будущим мужчиной мужем какие у вас скажем так если у вас совместные планы если это касается здоровья например вы планируете беременность или что-либо еще обсудите это с ним возможно опять же какие-то подготовительные процедуры анализы исследования вам лучше провести у себя в стране хочу сразу сказать что даже если ваш муж имеет хорошую медицинскую страховку то пройдет достаточно большое количество времени когда ваше имя также будет внесено туда например в моем случае я приехала в америку 3 октября свадьба у нас была в начале декабря и только после того как мой муж принес соответствующие бумаги и соответственно в офисе нужно было сделать определенное приготовление процедуры скажем так моя страховка начала действовать по моему только с 1 февраля и представьте себе что будет если вы заболеете или что-то с вами случится до того момента как начнет действовать страховка стоимость медицинских счетов вам будет поверьте мне трудно представить у нас получилось так что в январе месяце естественно зима я заболела но слава богу а страховки то нет идти к врачу дорого препараты дорого и так далее соответственно слава богу было ну ничего серьезного я понимала что это обычно простуда понимала как с ней бороться поэтому скажем так вопрос мы решили местную по местному врачу идти не пришлось но хорошо что опять же это было ничего серьезного пункт 3 который будет вытекать из двух предыдущих соответствии со всеми вашими результатами анализами показаниями направлениями от врачей подумайте заранее какие препараты вам могут понадобиться в ближайшие полгода или год возможно это какие-то узко специализированные таблетки которые вы принимаете от какой-либо болезни девчонки не забывайте противозачаточных средствах если вы ими пользуетесь и запаситесь сделайте какой-то запас этих препаратов потому что здесь просто так вы не сможете зайти в аптеку и подобрать что-либо подобное вам однозначно нужно будет делать визит врачу если это опять же что-то из разряда узкоспециализированного не поленитесь сделать перевод рецепта и направление доктора почему вы принимаете эти препараты потому что при пересечении вами границы у скажем так пограничника может возникнуть вопрос зачем вам какие-то таблетки одного и того же вида ну например восемь блоков и во избежание данных вопросов рецепт переведенный на английский язык уже заплатите заверьте его нотариально поможет решить ответить на этот вопрос скажем так уже с доказательствами опять же если вы понимаете что от головной боли вам помогают вот только вот это возьмите какой-то минимальный запас этих препаратов которые вам нужны не забывайте что если на данный момент у вас все в порядке сядьте и составьте список что возможно вам понадобится через шесть месяцев например в моем случае я страдаю сезонной аллергией и конечно же у меня стал вопрос что да сейчас я уезжаю в октябре ничего но аллергия у меня может начаться в марте что я буду тогда делать а если не найду нужного специалиста ну в общем и так далее поэтому все соответствующие препараты подходящие мне от аллергии я взяла по крайней мере запасом на один сезон пока я не решу это эту проблему пункт 4 друзья кто не имеет водительских прав пришло время их получить запишитесь на курсе вождения научитесь водить машину вы знаете я не скажу что на украине в данном случае вам это обойдется дешевле кому интересно тот может посмотреть мой ролик как я сдавала на права в украине во сколько мне это обошлось финансово и какие были скажем так нюансы при получении данного документа но по крайней мере вы здесь найдете русскоговорящих инструкторов сможете задавать вопросы а также если вы абсолютно не умеете водить машину имеет смысл поучиться с русскоговорящим инструктором поскольку вам будет просто легче понимать друг друга без машины в америке вам будет передвигаться крайне сложно и если даже на данный момент момент вам кажется что машина вам не нужно поверьте в америке она вам понадобится достаточно скоро также наличие вами прав украине все-таки вам будет легче уже получить американские права знаете знания они данной области не повредят плюс-минус все одинаковое ребята пункт 5 обязательно учите язык для тех у кого знания на данный на момент отъезда 00 я бы так сказала начинайте с простейших со слов с предложений прав с каких-то универсальных прав которые вам понадобятся в реальной жизни там как мне добраться до этой остановки подскажите пожалуйста сколько стоит и так далее если ваш уровень на данный момент побольше решайте для себя будете ли выходить на какие-то курсы заниматься с репетитором или вы просто посвятите больше времени изучению языка самостоятельно тут уже выбор за вами но без языка господа никуда и от этой проблемы вам здесь не уйти язык вам придется учить в любом случае пункт 6 обязательно уладьте финансовые вопросы продумайте все нюансы этот момент достаточно скажем так этот вопрос достаточно широкий поэтому я бы выделила определенные подпункты в нем первое если у вас есть вклады банковские вклады или что-либо еще в банках продумайте что вы будете делать после вашего отъезда возможно вам нужно закрыть вклад так сейчас переберусь на освещенную территорию то ли вам нужно закрыть вклад то ли кто его получит за вас возможно вам нужно сходить к нотариусу оформить соответствующие документы б если у вас есть бизнес вас тем более становится масса вопросов что с ним делать закрывать находить какого-либо партнера который будет его вести вместо вас как получать доходы и так далее пункт в что делать с квартирой в которой вы живете конечно же если вы живете с родителями с родителями для вас этот вопрос не актуален вы собрали чемоданы уехали но если эта квартира ваша что делать с ней за нее то нужно платить каждый месяц как это делать готовы ли вы платить за нее каждый месяц просто закрыв под замок может быть вы будете ее сдавать в аренду но тогда кто получит кто будет контролировать оплату кто будет проверять новую шельцову решать какие-либо вопросы в моем случае скажем так у меня была квартира арендованная но тем не менее был очень актуален вопрос переезда и это тоже нужно продумать заранее особенно куда вы перевезете все ваше нажитое добро за долгие годы вашего проживания поверьте вы им обросли достаточно пункт в подумайте о материальной подстраховки себя любимой конечно же мы все едем с надеждой что у нас будет все хорошо но тем не менее безопасность прежде всего поэтому подумайте возможно вам стоит сходить банк открыть какой-либо счет карту универсальную международную карту на которой у вас будет лежать какая-либо сумма денег освещение пропало какая-либо сумма денег для вашей подстраховки которая вы сможете воспользоваться я не так далее или прожить какое-то время самостоятельно если что не дай бог возможно это будет сумма наличных средств которую вы возьмете с собой а может быть это и другое и наличная и банковская карта или же какие-то другие пути как ваши знакомые родственники переведут вам какую-то сумму в случае какой-то реальной необходимости вы знаете у нас такое воспитание что почему-то вот мама нас учат закладывают голову что нет ну как же так я буду от своего мужа скрывать что у меня есть какие-то потайные деньги или какая-то карта как же мы начнем свою жизнь получается с каких-то секретов это неправильно вы знаете мы все здравые люди взрослые и я считаю нормальный мужчина даже если вы упаду вы ему потом в будущем об этом скажете или он узнает что вас была какая-то карта банковская которая вы ему не сообщили и вы объясните причину нормальный мужчина всегда это поймет простите вы едете в незнакомую страну где у вас нет родственников знакомых и каких-либо связи конечно это нормально пытаться подстраховать себя так перемещаюсь следующее друзья пункт 7 продумайте средства связи с вашими родственниками и знакомыми будете ли вы открывать пока роуминг на вашей карте соответственно если на телефонах ваших знакомых родственников средства интернет связи skype ватсап вайбер и так далее них сейчас миллион но самое главное но самое главное друзья убедитесь умеют ли ваши родные пользоваться данными средствами связи да да кто можете смеяться можете нет но поверьте то что для вас кажется просто элементарным делом для ваших родных особенности это мама бабушка это может оказаться большой проблемой в данном случае мне пришлось мало того что установить маме на телефон все указанные и возможные средства интернет связи завести ей почтовый ящик и так далее но также провести даже обучение как этим пользоваться на какие кнопки нажимать и как получать и отправлять сообщение вот так то друзья пункт 8 ноутбук берите свой персональный ноутбук и планшет или что у вас там есть знаете даже если вы решили там со своим мужчиной что он вам купит новый американский даже по той причине что здесь естественно другие розетки и напряжение кстати подумайте о переходнике для данного ноутбука но тем не менее я считаю что со своим ноутбуком вам будет намного спокойнее опять же потому что у вас уже там настроенная почта почтовый ящик настроенной skype и все средства связи кроме того если вы пользовались какими-то специализированными программами такими как photoshop например или используйте простейший word excel не забывайте что при покупке нового ноутбука американского вам все это здесь придется заново скорее всего купить потом установить так присядем наверно вот и вопрос не даже уже не в деньгах а вопрос здесь друзья естественно во времени сколько времени вам понадобится чтобы снова скажем так настроить все необходимое вернуть свою прежнюю жизнь все свои прежние программы которые вам нужны следующие друзья пункт 9 очень важны это пункт о продумайте свою безопасность что я имею ввиду опять же как бы вы не доверяли мужчине какие бы у вас не были совместные планы я надеюсь что все у вас будет хорошо но бывает в жизни всякое поэтому не пренебрегайте информацией как связаться с украинским посольством какие номера телефонов где она находится не поленитесь посмотреть по интернету всю эту информацию более того когда вам придет приглашение на визу то вам также придет еще и распечатка не поленитесь ее прочитать потому что она о том как защитить ваши права если не дай бог что-то случится куда звонить если там над вами производится какой-то не знаю там семейное насилие или вы попали в какую-то беду куда звонить куда бежать и куда обращаться собственно говоря задай пункт б задайте себе вопрос всю ли информацию я знаю до моего отъезда ну какие-то простейшие данные знали номер телефона моего мужа работает ли этот номер который мне дал то есть вы например ему звонили все нормально там вам отвечают на той стороне провода знаю ли я адрес где он проживает посмотрите я не знаю по веб-камерам город в котором он проживает но и простейший существует ли такой адрес конечно я надеюсь что в процессе общения вы тем более конечно же видели друг друга как минимум по skype как выглядит ваш мужчина чтобы потом у вас не было разочарование что вас в аэропорту встретит толстый и совсем не молодой как было на фотографиях мужчина потому что он свою фотографию не обновлял например лет 15 фотографии которые вам возможно присылали на фоне дома это хорошо но знаете можно сфотографироваться в принципе рядом с любым домом в америке поэтому лучше там по skype посмотрите как выглядит дом вашего мужчины внутри чтобы вас не постиг шок когда вы приехали приедете совсем другое место а не в то в которое было на фотографии вот ну ребят на тему безопасности и так далее будет тоже отдельное видео потому что эта тема большая я расскажу о наших страхах о страхах американских мужчин и в принципе как лучше подстраховаться конечно это не гарантирует вам стопроцентно что все так и случится что вы вот от всего застрахуйтесь но тем не менее знаете предупрежден значит вооружен ну завершающий десятый пункт наши нашего скажем топ позиции будет такой подумайте какой профессии вы планируете заниматься в сша может быть вы посмотрели в интернете решили что здесь будет востребована профессия парикмакера кстати есть такая тоже версия потому что многие наши эмигранты пеняют на качество работы украинских американских мастеров и предпочитают ходить к русским даже по той причине что только наши могут хорошо красить волосы красиво стричь и делать стильные стрижки или вы решили быть супер маникюршей или специалистом войти неважно но если вы считаете что вам не хватает знаний по данной в данной области самое время записаться на соответствующие курсы и скажу сразу да эта корочка наша украинская российская она здесь не будет действовать об этом образовании но тем не менее знания они и за плечами не носить как говорится знание всегда есть знания и даже если вам придется пройти специальные дополнительные курсы или учиться на дополнительную профессию поверьте знания которые вы получили у себя в стране они только умножится на знания которые вы возьмете здесь и пойдут вам только на пользу ну и на этом наш топ позиции заканчивается не не забывайте подписаться на канал обязательно поставить лайк если видео вам показалось полезным и если я что-то упустила напишите пожалуйста в комментариях ну а на этом еще раз очень кратко итог 10 самых важных вещей которые нужно продумать заранее перед отъездом первое стоматолог гинеколог второе общее состояние здоровья соответственно лечение необходимые препараты и так далее третье все возможные препараты нужные на данный момент и те которые понадобятся вам в будущем которые вы здесь не сможете просто так купить аптеке в аптеке или какие-то средства курсы лечебные мероприятия которые вам нужно пройти четвертое получение водительских прав пятое изучение языка шестое улаживание финансовых вопросов седьмое продумывание и отлаживание средств связи с вашими родственниками и знакомыми восьмое собственный ноутбук с необходимыми программами для вашей жизни девятая думаем о безопасности и десятая получаем дополнительную профессию или проходим курсы которые нам понадобятся здесь ну а на этом всех обнимаю люблю до новых встреч пока пока а а а